О Майке Джонсоне хочу с вами поговорить. В разрезе последняя информация о том, что Палата представителей не поддержала его отставку. Инициатива мэджори Тейлор Грин провалилась. 359 голосов против 43. 43 только поддержали ее идею. Она будет с этой идеей вообще возвращаться? Ну, там, смотрите, там 43. На самом деле 11 республиканцев всего поддержали. Несколько демократов проголосовали present. Да, то есть присутствует, но не отдавали голос. Короче говоря, да, ну так просто. Нет, она ничего не будет делать. Это было понятно, что у Майка Джонсона была договоренность с Белым домом, с демократами, что если он вынесет пакетное голосование по Украине, то его демократы спасут. Так и произошло. Вряд ли бы демократы стали заниматься таким, прошу прощения за слово, кидаловым, потому что это просто нехорошо и неправильно. И совершенно очевидно, что была договоренность. И совершенно очевидно было, что попытка Маржери Тейлор Грин провалится. Но она все равно на этот шаг пошла. Она знала, что она провалится. Но я думаю, что она пошла на этот шаг в надежде на то, что произойдет еще больше раскол, чтобы показать, вот смотрите, вот эти враги республиканцы, которые проголосовали за сохранение должности Джонсона. И вот они вместе с демократами сговорились. Я думаю, что она как-то так может эту карту разыгрывать. Но как бы вот мы теперь знаем, что, наверное, в ближайшее время не стоит ожидать других попыток отставки Майка Джонсона. Но опять же, смотрите, все сводится к тому, что этот институт, опять же, вот чем занимался Трамп на своем посту и после ухода, и его мага Миньоны, они пытаются разрушить последовательно все институты, просто превратить это все в цирк. Институт правосудия, этим занимается сам Трамп. Он просто отказывается исполнять решение суда, да? Вот начиная с самого простого. Он просто отказался исполнять повестку суда и возвращать документы, которые он забрал из Белого дома. У него по-хорошему просили, просто отдай документы, да? Вот верни. Он отказался. Ну, и дальше мы знаем, что он не просто там по забывчивости, он еще потребовал от своих подчиненных перепрятать эти документы, да? Вот это первое. Дальше он сейчас, на него накладывают в рамках уголовного процесса в Нью-Йорке по делу о незаконных выплатах Сторми Дэниелс и Карен МакДугал за интимные связи с Трампом. Значит, там на него был наложен gag order. Это запрет вербально атаковать определенных участников процесса. В данном случае это свидетели жюри присяжных и члены семьи, судей и других участников процесса, ну, там, прокурора и так далее, да? Он просто последовательно нарушает этот gag order. Его уже оштрафовали. И вот последний раз его судья опять оштрафовала, сказала, в следующий раз будет тюрьма. Меньше всего мне хочется вас заточать в тюрьму. Ну, там до 30 дней, скорее всего, это будет, может, один день. Но тем не менее, да? То есть Трамп просто отказывается, да? Он отказывается исполнять решение суда. И это просто приведет к тому, если он вернется к власти, да, ну, что правосудие будет просто уничтожено, потому что система работает только тогда, когда есть понимание, что нужно исполнять эти решения суда. От начального, ну, самого низшего суда до Верховного суда. Это, кстати, очень важно. На этом вообще держится американская демократия, на исполнении решения Верховного суда президентом. Так вот, а, значит, институт, да, там, вот, спикерство и отправка спикера в отставку. Ну, это серьезный шаг, да? Он там применяется в крайних исключительных случаях. И вот что мы видим. Это все просто превращается в цирк, вы понимаете, да? И чем, и такая как бы, такая насмешка над институтами, конечно, приводит к их разрушению, а Трампу только это и надо, потому что ему нужно просто полностью разрушить вот демократическую систему и институты, на которых она основана. Демократическая с маленькой буквы, я прошу, да, подчеркнуть, потому что есть демпартия с большой буквы, а есть просто демократическая система американская. Это принципы, да, на которых основана эта страна, писаные и не писанные, что очень важно. Больше, кстати, не писаных. Вот. И тогда можно делать все, что хочешь, как того и желает Трамп. В сухом остатке эти уголовные дела против Трампа сейчас-то мы играют в рейтинговый плюс или в рейтинговый минус. Вот какова динамика? Вы ведь наблюдаете после очередного, да, там, процесса вызова в суд, что происходит на электоральном поле? Смотрите, у Трампа есть реальная проблема, это не шутки. У него нет широкой республиканской коалиции. Вот пару недель назад состоялись прайморис республиканские в Пенсильвании. К тому моменту Ники Хейли уже вышла из гонки, там, больше месяца, да, назад. И 24% проголосовали за нее. Ну, просто, когда она, к тому моменту, как она вышла из гонки, бюллетени были уже напечатаны, поэтому она осталась в них, да. Вот была такая же история, похоже, с Роном де Сантисом, в каком-то другом штате, когда еще прайморис шли, да, первые. Но там за него, типа, проголосовало 3% или что-то такое. Ну, действительно, потому что люди реально, то есть вот понимаете, да, то есть люди даже не знают, кто там в гонке, кто нет. А вот 24% это уже очень серьезно, реально, серьезно. То есть это протестное голосование, естественно. Вот. И несмотря на то, что Трамп сам, то есть все, что мы знаем о поддержке Трампа среди республиканской партии, мы знаем в основном от него, потому что он сам говорит, да, что вот-вот меня поддерживают 300 миллионов американцев. Вот реально называют эти цифры. Поэтому у него нет широкой республиканской коалиции. Были опросы очень интересные. Там, типа, две трети независимых говорили, что они не будут голосовать за Трампа, если будет уголовный приговор. Пока сейчас идет процесс, да. В Нью-Йорке Трамп обязан появляться на нем. Четыре дня в неделю идут слушания. И, конечно же, американская пресса освещает каждый чих. Вообще, когда было начало, это было просто ужасно позорно, потому что вот первый день, да, камеры не допускаются, но были официальные фотографии. Естественно, там журналисты, да, делают репорт оттуда. И вот, вы представляете, CNN, они дошли до того, что была официальная фотография, сидит Трамп за столом, да, мы все видели, вот прекрасно, прямо в камеру смотрит. Но CNN дошло до того, что они вызвали сначала, ну, то есть взяли интервью у человека, который просто в качестве публики находился в зале, там какой-то публика допускается, да, и они его спрашивали, вам удалось разглядеть Трампа? И даже человек говорит, нет, я не сидел просто сбоку, мне не очень было видно. И это давали все в эфир. И дальше они взяли интервью у скетч-художника, который, человек из художника, который рисует скетчи, понимаете? У нас была фотография, но они на полной серьезе интервьюировали художника скетчей. Вот до такого, да, доходило. То есть там каждый вообще к Трампу был, там туда посмотрел, сюда вздохнул. Ну, там были серьезные вещи, как те, потому что он засыпал, да? Ну, несмотря на это, я к тому, что сейчас просто пытаюсь вам описать, как это все, на самом деле, как пресса, американские медиа, включая либеральные, играют на руку Трампа. Вот их ничему не научил 2016 год. Когда они сделали бесплатный пиар Трампу, да, ну, они, конечно же, на этом просто, им нужны рейтинги, им нужна кликабельность, им нужна реклама, это просто деньги-деньги, жажда наживы. Они делают то же самое сейчас, и они, конечно, просто его бесплатно пиарят. То есть, конечно, Трамп из каждого утюга буквально, потому что каждый день мне бесконечно сыпется брейкин-ньюс, а я всегда там, а у меня только хорошее издание, типа что он пост Нью-Йорк Таймс, да? Аксиус. И вот каждый-каждый-каждый раз Трамп то, Трамп то. И то есть, ну, есть серьезные вещи, да, но там все идет брейкин-ньюс вообще просто нон-стопом. И, конечно же, Трамп, ну, не сходит с экранов телевизоров, газет и так далее. То есть все о нем, все о нем. Поэтому создается иллюзия, да, что реально у Трампа там широкая поддержка или что, ну, о нем поскольку говорят, да, и так далее. Но это просто идет процесс. Надо ждать приговора. Это еще, может быть, пару недель будет, да, процесс идти. Уже, значит, обвинение вызвало Сторми Дэниелс. Обычно у них как сначала идут самые серьезные свидетели, да, потом уже как бы там менее важные, и так далее. Ну, вот Майкл Коин еще не выступал. Ну, короче говоря, сейчас у нас что, начало мая, я вам скажу так. До конца мая само, значит, сами слушания по существу точно завершатся. Жюри присяжных удалится на вынесение приговора. Это занимает по-разному. Обычно, когда жюри присяжных возвращается быстро с приговором, да, это, значит, обвинительные. Но, конечно, поскольку это Трамп, такое там типа серьезное дело, скорее всего, там через два часа они не вернутся после того, как удалятся, да. Ну, может быть, пройдет в лучшем случае, там, не знаю, день, да, или два. Вот. А и дальше будет уже, ну, по итогам этого приговора будет решение суда с назначением наказания. Но вот посмотрим. Если, смотрите, американская система таким образом устроена, что достаточно одного члена жюри присяжных, который скажет, нет, не виновен, и тогда приговор, ну, то есть, либо это будет мисс Шрайл, то есть не состоялось, да, то есть они не пришли к единому вердикту, да, и тогда обвинение может заново вынести, прокуратура может заново вынести обвинение, попробовать провести процесс второй раз, да, либо там большинство жюри, либо они все единогласно решают, что Трамп не виновен, да, либо они единогласно решают, что виновен, либо единогласно решать, что не виновен. Вот сторонники Трампа, кстати, медиаперсоны открыто призывали и даже требовали от жителей Нью-Йорка обязательно записаться, как-то там попробовать в эти жюри присяжных, или там, если им придут повестки, но это обычно так происходит, обязательно исполнить свой долг и попасть в это, наврать, солгать при отборе жюри, и чтобы попасть уже в жюри присяжных, и чтобы сорвать вынесение обвинителям приговора. Но, судя по всему, из того, что говорят эксперты на основе свидетельских показаний приговора, конечно, должен быть обвинительный, потому что там, в принципе, ничего особо не оспаривается. То есть сам факт выплаты денег не оспаривается, просто сторона Трампа говорит о том, что это не преступление было. Но это очень сложно считать непреступлением, потому что факт был не сами выплаты, а махинации последующие с сокрытием этих выплат с целью повлиять на выборы. И, кстати, интересно, свидетели рассказывают, в том числе, кстати, Хоуп Хиггс, которая работала на администрацию Трампа. Трамп ее очень любил и очень хорошо к ней относился. И она дала показания со стороны прокуратуры, то есть против него. Она рассказала, что вот когда появилась в сети, помните, аудиозапись Трампа в раздевалке, на каком-то там конкурсе красоты, где он говорил, что поскольку он богат, красивые женщины позволяют ему все, в том числе хватать их за... Он использовал нецензурное слово, нехорошее. И тогда в штабе Трампа наступил настоящий кризис. Это был кризис, сказала Хоуп Хиггс. И дальше, когда стало известно, что Сторми Дэниелс, она вышла, это порно-актриса, с которой у Трампа была интрижка единоразовая, ну, секс, она вышла на штаб Трампа и сказала, что сейчас она готова. Это или в журнал он там обратился. Короче говоря, штабу стало известно, что она хочет выйти с этой истории, либо ей надо заплатить. И они тогда поняли, что это просто похоронит их избирательную кампанию. И тогда ее история была... Замолчали, да, Сторми Дэниелс выплатили деньги, и это потом уже всплыло. Вот, то есть это, конечно, была попытка повлиять на исход выборов. А так нельзя, потому что по закону, по избирательным законам, и тут есть такая своя комиссия избирательная, короче, ну, такие вещи должны быть, конечно, должны делаться открыто, иначе это считается незаконным влиянием на выборы. Вот, поэтому, судя по всему, приговор, ну, должен быть обвинительный, да, но посмотрим. И тогда, вот тогда уже надо будет смотреть на опросы, потому что до, вообще, начала всех судебных процессов очень большое количество независимых, и какое-то число, кстати, даже республиканских избирателей говорили, что при наличии уголовного вердикта, обвинительного, да, приговора, они не будут голосовать за Трампа. Темой антироссийских санкций хочу далее продолжить нашу с вами беседу. Соединенные Штаты Америки не так давно ввели запрет на импорт российского урана, и фактически они создали такой прецедент реальных ограничений против российской гражданской атомной энергетики. Скажите, пожалуйста, что это даст, и как партнеры Соединенных Штатов, Евросоюз, последует ли этому примеру после создания прецедента? Ваши прогнозы? Слушайте, я, честно говоря, вообще это такая история очень тяжелая, потому что тут играет, конечно, в первую очередь интересы большие, чем попытка наказать Россию, да, потому что у американцев и у Байдена есть своя повестка в плане, там, это же все энергетика, да, зеленая или там традиционная, да, выбросы и так далее. В Европе это вообще отдельная история. Значит, там есть зеленые, которые, да, то есть с одной стороны переход на зеленую энергетику, с другой стороны отказ от российского газа, да, и атомная энергетика – это самое, как бы, самое дешевое, что есть, да, и я, честно говоря, я просто не эксперт в этих вопросах, я не знаю, что как европейцы себя поведут в этом плане, потому что там все очень много переплетено, и совершенно точно это не однобокий вопрос, да, который касается просто санкций против России. Если бы все было так просто, было бы замечательно. Вот, но часто получается так, что то, что могут себе позволить американцы, не всегда могут себе позволить европейцы. Вот, поэтому я не удивлюсь, если они не последуют этому примеру, потому что мы уже знаем, что вот если мы посмотрим на другие аналогичные вещи, да, вот, например, резервы ЦБ. Вот в США вместе с украинской помощью был принят закон, который позволяет президенту изымать резервы российского центрального банка, да, если он, ну, у него есть такое право принять такое решение. А европейцы тут все-таки приняли решение направить прибыль от инвестиций этих резервов на помощь Украине. Значит, речь идет о трех миллиардов в год. Это вот проценты, которые капают, да, от инвестиций. Значит, о чем это говорит? О том, что решения о конфискации самих резервов не будет, потому что вот они как бы пошли на такой компромисс, да, согласились на меньшее, но понятно, что больше уже ждать не стоит. То есть европейцы не могут себе этого позволить. Это не потому, что они там хорошо относятся к России или боятся ее там наказать. Это потому, что все завязано на финансовых интересах Европы и резервах других стран, которые держат, да, свои резервы в Европе. И эти страны не являются союзниками Евросоюза, они даже не очень демократическими странами являются, и которые, да, могут как бы захотеть забрать свои деньги оттуда или больше там не вкладывать. И это для Европы очень серьезно. И опять же, потому что там хранится почти 300 миллиардов долларов русских денег, а в Америке всего шесть, да. Конечно, американцам что им стоит? Им вообще плевать как бы. Они могут забрать, и никто никуда из доллара никогда не уйдет. Просто доллар находится в особой суперсильной позиции. Несмотря на то, что блестящий ум Илона Маска предсказал крах доллара, да, но тут он уже присоединился к Глазьеву и прочим великим умам человечества. Поэтому, да, доллару, конечно, никакой крах не грозит. Крах может произойти чего угодно, только не доллара, в ближайшие, наверное, лет 100, ну, может, в 80. Поэтому вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин